Покровская община Покровская община Отель виден невооруженным глазом Максимум комфорта Судя по всему Здесь работает Анна Давыдова Долгое время она была медсестрой Затем несколько лет работала в аптеке Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный Помилуй нас Слава Отцу и Сыну, Святому Духу Ныне и пресно Веков, аминь Пресвятая Троица, помилуй нас Господи очисти грехи наши Вадыка, прости беззаконие наши Святый Пустистили немощи Наши имя Твого ради Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй Слава Отцу и Сыну, Сыну, Сыну Аминь Слава Отцу и Сыну Всем доброго утра, благополучного дня Меня не шокировало ничего Не то, что это банк, не то, что это инвалид Не то, что это приют Меня больше всего шокировало то, что я далеко не такой православный человек, как надо бы Она единственный невоцерковленный работник приюта Неприятности были в жизни каждого человека Три года назад у Анны началась черная полоса Аптеку, в которой она работала, расформировали Муж начал пить, сертификат медсестры был просрочен На новый денег не было На работу никуда не брали, родственники отвернулись И в самый пик отчаяния Кто-то из знакомых предложил ей работу в приюте В тот момент она внутри была полностью мертва А приют, приют ее просто спас Через несколько месяцев она оттаяла Даже несмотря на странное, а по ее словам Подозрительное к ней отношение религиозных коллег Дима, это у тебя и риск Слушай, а так не честно Ты говорил, что у тебя из головы цветы А сейчас ты срисовываешь Надо даже что-то знать Размер-то посмотри какой здесь и какой здесь Размер увеличил А вы помолчите там А ты, Костя, что-то прикалываешься-то Ты раньше рисовал У тебя даже, по-моему, на выставке что-то же было, да? А сейчас так и не начал? А что? Издеваюсь Муза не посещается А срисовывать не хочу Ольга расстраивалась, говорит, вот Костя что-то не рисует Да конкуренции слишком много Ну, может быть, ты побьешь всех конкурентов, нет? Да нет Нету желаний Тут была тема такая Вообще им запретить курить Типа и курить нельзя, и вообще Ну, тут я уже как медик выступила И сказала, они будут хабарики подбирать А потом будем гадать, думать, откуда туберкулез Пардун, понос Они же хитрые Вот ходишь по больницам Ну, присматриваешь, кого там себе возьмем Спрашиваешь, куришь? Не-не-не-не-не Я не курю, не пью вообще ничего Приезжает сюда, становится самым главным курильщиком Ты только не пройди Люди вообще, я так понимаю, самое глупое существо на этой земле И самое злое И самое единственное на земле, которое за свое существование деньги платит Да Ну смотри, все существуют как-то сами по себе Ну это же разумное, как называется Я что-то, Сергей, не уяснила Ты вот все сделают документы, все Что-то в интернат не пойдешь? Кто? Ты? Я нет То есть опять под навесик? И под навесик, и за город могу ехать А куда за город? В это самое, в Ангу А что там у тебя? Есть там друзья тоже, приятели А, тоже друзья? Приятели тоже Так ты опять будешь это самое зарабатывать у церкви? Да, не у церкви А где ты зарабатываешь? Там у церкви нет, тем более А ты где зарабатывал так, что у тебя это самое? Унесу В каком лесу? В таком, грибы собирал, да ягоды Ну а сейчас, что, как ты будешь? А сейчас Сейчас ты грибов, ягодов не видишь? Да еще надо дождаться То есть ты еще хочешь вольной жизни? Да Никакие интернаты тебя не устраивают? Нет Все, солнышко Спасибо Так, там у нас стул по дороге стоит Подожди, сейчас убед Я в том году наших подопечных возила на Финский залив Представьте на секунду люди, которые, они, во-первых, вообще просто не умеют отдыхать, видимо, или давно не отдыхали, не отдыхали культурно То есть единственный вариант, видимо, у многих мордой в салат был И просто вот у нас Слава такой жил, колясочник у него, ступней не было Он просто у нас жил три года, и кроме этого нашего двора колодца он не видел ничего Для них, который, в общем-то, заперт в этом маленьком пространстве и в таком дворе, для них это было, конечно, событие И мы там так шикарно вообще провели время, по-взрослому, шашлыки сделали, сосиски пожарили А самое героическое у нас было то, что мы этого Славку-колясочника таки потащили купаться И мы с Пашей по песку эту телегу, она же там вязнет Мы его еле доперли до этого залива, ну, там поглубже, конечно Вот, прямо на телеге туда въехали Надо было видеть этот Славкин восторг Когда он сначала так осторожно, во-первых, он боялся от коляски отойти, как бы его не бросили Там, ну, значит, он все наше за эту коляску цеплялся, и хочется, и страшно Потом еще он не оторвался, нужно было видеть, какой-то вообще у него был восторг Как он там плескался в этой воде Ну, это вообще что-то непередаваемое Мне было плевать, что я устала, что я с трудом как бы эту поездку организовала Вот этот вот момент, как Славка вообще, как ему это было в радость Ну, он много чего стоит Раз в несколько месяцев Анна ездит за бесплатной одеждой в секонд-хенд, чтобы как-то одевать своих подопечных Вот, Влад бы, Влада порадовался, он любит короля, и что-то видишь Это женское платьишко какое-то Ну, я про шаг вообще говорил Мне не нужно Владу? Да Ну, это я не знаю, надо нам такое Это же король и шут, группа музыкальный Это Владу Влад, это наш, у нас Он жил сейчас в временном больнице находится Халат махровый, похоже, да Ой, так кто у нас будет таким барином? Сергей, утром, утром ты такой встал Готовить кофе Встал такой Сложен, накинул халат А, нет, нет, грязно Я все равно-то сюда в стирку Я приеду домой, все просто встил Сама-то аккуратнее Это в баринку Зазамынут лини Сквозь дожди, сквозь дожди Сквозь снега, сквозь буран Сквозь буран, сквозь буран А может, ураган С днем ты не будешь жалеть И тысячу лет будешь слабеть Как красиво везде Глаза мои сними Сергей сказал, что это твоя тема Король и шут Ну тут всякая по мелочи Просто так Какие-то футболки, штанишки Тут пачка сигарет Ты давай, следи за собой Не опускайся, брейся От этого тоже зависит многое Как ты себя держишь Как ты настроен Так и будет твоя жизнь планироваться Если вот ты руки опустишь Вот будешь вот такой ходить Небритый И в упадническом настроении То оно и будет так течь Хило и невесело Да, поэтому ты давай оптимизм А если как бы ты зависишь Тут на какое-то время Ну тогда приду на вещь Тем более уже дорогу протоптала Не бросайся Не-не-не, не бросим Ну ты что, мы за каждого нашего Переживаем Ну шикарно Ты давай тоже завтрак Я думаю, не шикарно? Ну хоть что-то Назад хочу, да? Хочу в приют Поэтому держись, держись, держись Так, я побежала Да, все, давай А еще? Как понравилось-то Ну давай, да, давай Ни кисти, ни грусти, ладно? Ну грусти, ладно Ну только чуть-чуть Я считаю, вот моя задача Моя личная задача К ним отнестись по-хорошему Полюбить, обогреть Подбодрить Постараться, чтобы они Увидели в себе человека Испытали к себе уважение Каждый человек ценен Какой бы он ни был Бомж, он, алкоголик Бывший преступник У нас же Процентов 30 Которые нас сидели в тюрьмах Это не важно Вот я беру данный этап В жизни Не вспоминаем то, что было Не сводим счеты Какой он там был Что он в этой жизни натворил Вот есть данный этап Он у нас У них была своя успешная Удачная жизнь У них были переживания У них были жены Дети, любовь Профессия, работа Эмоции, чувства В данном этапе Это человеческое существо Со своей болью Со своими страданиями Со своими эмоциями Которому нужно помочь За время, пока Анна Давыдова Работает в приюте 160 человек ненадолго Но все же обрели семью Это не решает всех проблем подопечных Но дает им самое главное Душевную теплоту Которая еще долго будет согревать их И не даст отчаяться Ты только не пройди Не пройди Не пройди Глаза мои Вгляни сквозь дожди Сквозь дожди Сквозь снег И сквозь буран Сквозь буран Сквозь буран А может ураган Вгляни и ты не будешь жалеть И тысячу лет будешь смотреть Ты только не пройди Не пройди Глаза мои Вгляни Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому